Всем привет! Смотрите топ причин, по которым может произойти утеря разделов жестких дисков и как восстановить файлы из пропавших разделов. Переустановка или переход на другую операционную систему, случайное удаление раздела жестких дисков, неправильная работа с партишн-менеджерами, физическая неисправность, битые сектора – это только небольшой перечень причин, которые могут привести к потере разделов накопителя. Основная причина их потери кроется в повреждении таблицы разделов. Таблица разделов – это своего рода системный файл, который содержит критически важную информацию о разделах накопителя, включая начальную и конечную точку раздела носителя, файловую систему, имя, размер и другую важную информацию. В большинстве случаев потеря разделов диска еще не значит потерю файлов. Чаще всего, когда что-то удаляется с накопителя, на самом деле оно все еще находится на прежнем месте, но перестает отображаться самой системой. Тем не менее, даже в самых тяжелых случаях существует вероятность того, что стертые файлы могут быть восстановлены. В далее видео мы разберем возможные причины исчезновения разделов и что следует делать, чтобы окончательно не потерять данные и как их вернуть. Что не следует делать при утере разделов жесткого диска Если по какой-то причине один или несколько разделов вашего накопителя был удален, ни в коем случае не создавайте новый раздел в нераспределенном пространстве и не записывайте в него новые данные. В первую очередь прекратите использование системы и поврежденного диска, чтобы избежать дальнейшего повреждения. В противном случае это приведет не только к потере раздела, но и перезаписи информации. На самом деле при потере раздела намного сложнее и тяжелее восстановить информацию, чем после обычного удаления данных. Чтобы избежать потери разделов диска, сперва следует выяснить причины, по которым они могут пропасть. Первая причина – повреждение таблицы разделов диска. Для работы с жестким диском его для начала нужно разметить, чтобы операционная система смогла понять, в какие области диска можно записывать информации. Поскольку накопители имеют большой объем, их обычно разбивают на несколько разделов. К каждому из которых присваивается своя буква. После разметки диска на него записывается таблица разделов, которая помогает операционной системе его распознать. Если она каким-то образом будет повреждена, это приведет к потере раздела. После чего вы не сможете записывать и читать данные с него. Существует несколько структур разбиения диска. MBR, которая применялась еще чуть ли не с появления жестких дисков. И современная система GPT. Некоторые операционные системы имеют свою структуру. К примеру, macOS может использоваться таблица APM, карта разделов Apple. Вследствие, если взять накопитель с таблицей разделов одной операционной системы и подключить ПК с другой, то информация, скорее всего, будет недоступной. Для того, чтобы достать данные, вам понадобится сторонний софт. Hetman Partition Recovery без труда справится с подобной задачей. Программа автоматически определит файловую систему накопителя и после сканирования вы сможете посмотреть содержимое диска и сохранить нужные данные на другой накопитель. Также изменение схемы разделов без переформатирования диска невозможно. В таком случае все данные на диске, конечно же, будут утеряны. После такого форматирования программа способна вернуть утерянные файлы. Вторая причина – неподдерживаемая файловая система. Существует довольно много различных файловых систем, которые отличаются друг от друга внутренней структурой. Есть универсальные файловые системы, которые распознают большинство систем, а есть своя собственная, которую сторонняя операционная система не распознает. К примеру, если отформатировать накопитель с файловой системы X4 в Linux, записать на него данные, а затем подключить ПК с Windows он не распознает диск и предложит его инициализировать, в результате чего информация будет утеряна. Если вы случайно согласились на инициализацию, при подключении диска назад к операционной системе Linux вы ничего на нем не увидите. Накопитель будет пустой. Открыв такой диск с помощью Partition Recovery и проанализировав, вы сможете достать из него найденную информацию. Третья причина – ошибочное удаление раздела. Нельзя исключить и человеческий фактор. Каждому свойственно ошибаться и в некоторой степени эти ошибки неизбежны. При обращении к носителю система предложила его отформатировать для возможности дальнейшего использования. Вы согласились, но после все данные, которые находились на диске пропали. Таким образом, при управлении жестким диском можно по ошибке удалить раздел, использовать команду Diskpart для очистки этого накопителя или выполнить другие операции, которые привели к потере информации. В таком случае поможет только утилита для восстановления данных. Четвертая причина – неправильное изменение размера разделов Partition Manager. Во время работы с разделами был отмечен не тот диск. Случайное удаление одного раздела повлекло за собой пропажу всех остальных и в итоге вся информация стала недоступна. При работе в программах наподобие AMA Partition Manager можно случайно выбрать не тот диск и удалить всю находящуюся на нем информацию. Во время расширения или объединения разделов вдруг пропало электричество или произошел сбой программы, в результате чего разделы пропали. При разбиении накопителя на разделы система в начале диска записывает критически важную информацию с его размером, по какому смещению находится его начало и размещены другие тома, тип файловой системы и т.д. Если несколько секторов где находится эта информация будет повреждена, система больше не сможет прочитать эту информацию и больше не отобразит пользователю всех разделов накопителя. В итоге все файлы остались на прежнем месте, но операционная система не может получить к ним доступ, так как была затерта критическая и важная для нее информация. Еще некоторые программы для управления разделами могут не поддерживать конкретную файловую систему, в которой размечен накопитель. Если продолжить с ним работу в этом менеджере программа может затереть его таблицу, после чего вернуть информацию будет непросто. Пятая причина утеряя раздела в результате форматирования или изменения файловой системы. Есть полное и быстрое форматирование диска. При быстром форматировании на накопитель записывается загрузочный сектор и пустая таблица выбранной файловой системы. Пространство накопителя помечается как неиспользуемое, без фактического удаления данных на нем. Другими словами, вся информация остается на своем месте, только больше не отображаются системы. При полном форматировании диск перезаписывается нулями и в таком случае все данные тоже перезаписываются нулями. Восстановление в большинстве случаев будет безуспешным. При разбиении накопителя на разделы на первом диске может быть записана критическая и важная информация о этих разделах. При полном форматировании первого диска эта информация может быть затерта нулями и другие разделы с информацией тоже будут утеряны. Также при конвертации файловой системы, к примеру с FAT на NTFS служебная информация может быть повреждена и система больше не сможет найти второй раздел накопителя. Даже выполняя конвертацию без потери данных через командную строку нельзя точно быть уверенным, что после этих действий не пропадет другой раздел накопителя. Шестая причина – удаление и создание новых разделов. При разбиении диска на разделы удаления или создания новых, объединения и так далее может произойти потеря нужных разделов. Если вы случайно удалили не тот раздел в управлении дисками или после каких-либо действий с разделами они пропали и диски больше не отображаются в проводнике. Только программа для восстановления данных поможет восстановить оставшуюся информацию с носителя. Седьмая причина – битые сектора и физическая неисправность диска. Пластина жесткого диска делится на дорожки, каждая из которых разделена на сектора. Если сектор не может быть прочитан или записан как обычно, такой сектор называется поврежденным или битым. При большом количестве битых секторов диск может полностью выйти из строя. Запись и чтение с такого носителя будет невозможным. Однако, если поврежден один или несколько секторов, информацию можно прочесть. Но если на них лежала критически важная информация о разделах, система может больше не отображать диск в проводнике. В таком случае без стороннего софта не обойтись. Восьмая причина – сбой или отключение носителя в момент записи. Что касается внешних накопителей, если произойдет сбой или аварийное отключение питания в момент записи информации, разметки или форматирования накопителя, он может быть поврежден и дальнейшее использование без форматирования будет невозможным. Может записаться только часть информации. И так как данные записались не все, последующее чтение таких файлов может оказаться затруднительным или вообще невозможным. Потребуется восстановление структуры данных, в ходе которого часть информации, а то и все записанные на флешку или диск данные будут потеряны, часто без возможности восстановления. Для предотвращения повреждения съемного носителя после записи стоит воспользоваться функцией безопасного извлечения. Особенно это касается внешнего жесткого диска, так как внешним накопителям нужна энергия, чтобы перед их выключением головки жесткого диска запарковались в безопасном месте, где они не смогут навредить поверхности диска сданными. Если они не запаркуются в безопасном месте, то не исключена ситуация их опускания прямо на записывающую поверхность вращающихся дисков, ее повреждения и потеря информации. Девятая причина – не присвоена буква диску. Также в некоторых случаях Windows не назначает буквы внешним накопителем USB-флешка. Если разделу не присвоена буква диска, он остается скрытым от операционной системы. Кроме того, если назначенная буква изменилась, то доступ к нему с предыдущей буквой вызовет ошибку. Если автоматически система не может присвоить буквы для диска, сделайте это вручную. Откройте управление дисками. Найдите ваш диск. Кликните по нему правой кнопкой мыши. Изменить букву или путь к диску. Добавить. Выберите из списка свободную букву. ОК. Если после этого информация не отображается на диске, воспользуйтесь программой для восстановления данных. Hetman Partition Recovery поможет вернуть данные о большинстве причин утери разделов жесткого диска. Программа анализирует данные на диске даже при затертой или отсутствующей таблице. Восстанавливая утерянные данные сигнатурным способом поиска. Глубокий анализ жесткого диска позволяет ее восстанавливать информацию даже после системных или механических сбоев и при отсутствии доступа к диску. Она автоматически просканирует диск и отобразит всю оставшуюся на нем информацию. Вам лишь останется ее восстановить. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось ничего найти, выполните полный анализ. Отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите место куда их сохранить и еще раз восстановить. По завершению они будут лежать в указанной папке. При повреждении таблицы в файловой системе накопителя, если программе не удалось автоматически найти утерянные разделы, воспользуйтесь функцией поиска дисков. Запустите программу, откройте вкладку менеджер дисков, кликните правой кнопкой мыши по накопителю, на котором находились утерянные разделы и выберите пункт «Найти диски». Здесь нужно указать тип файловой системы утерянного раздела. Если на диске было несколько разделов с различными файловыми системами, укажите их все, а затем «Найти». По завершении процесса программа отобразит все удаленные разделы в этом окне и они появятся в менеджере дисков. Осталось его просканировать и восстановить информацию. Разбивка диска на разделы помогает лучше хранить файлы и управлять ими. Но прежде чем выполнять какие-либо действия с дисками, не забудьте создать резервную копию важных данных, чтобы уберечь себя от их потери. И помните, даже в самой безнадежной, казалось бы, ситуации всегда можно найти решение проблемы. Главное точно знать, что делать и правильно подобрать инструменты для ее решения. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.